На протяжении веков соседи древнего Израиля в той или иной степени определили будущее самого Израиля. И это соседство возникло давно, в такой древности, какая вполне могла считаться даже для царя Давида, который родился тысячу лет спустя после появления воинственных соседей. Я уже рассказывал о том, как произошла и Думея на юге, и Филистия на юго-западе страны. Сегодня в центре моего внимания восточные рубежи и земля Муав. Кроме того, из иудейских древностей вы узнаете об удивительной истории Моавитского камня, известного также под названием Стелла Меша, являющегося одним из самых ценных археологических артефактов в мире, подтверждающих историческую достоверность Ветхого Завета. Земля Муав к востоку от Мертвого моря обязана своим наименованием сын Лота. Я лишь напомню, что после уничтожения Содома, Гоморы и других городов долины, распутные дочери Лота, напоив отца вином, зачали от него. В результате старшая родила сына по имени Муав, ставшего родоначальником Моавитян. Неудивительно, что такое начало не сулило ничего хорошего Муаву и еще не родившемуся Израилю, более известному под именем Иаков. Моавитяне частенько упоминаются в Библии. Руфь, вошедшая в родословную Христа, между прочим, была моавитянкой. И все же моавитяне являлись родственным, но враждебным израильтянам народом, обитавшим к востоку от Мертвого моря. Со временем границы Муава были определены реками Иавок на севере и Арнон на юге. После завоевания евреями Ханаана, моавитяне не только стремились сохранить свою независимость, но и иногда превосходили израильтян в силе. Так в третьей главе книги Судей описывается, как в течение 18 лет Израиль за свои грехи был подчинен моавитянам. Моавитская игос бросил судья по имени Аот. Как он это сделал, я подробно рассказывал в видео о пяти самых выдающихся судьях. Саул также сражался с моавитянами, однако только Давид сумел одолеть их и сделать своими данниками. Во второй половине своего царствования Соломон под влиянием языческих жен воздвиг алтарь для моавитского бога Хамаса, а спустя 150 лет после этого Муав будет находиться в постоянном противостоянии с израильской династией царя Амврия, иногда именуемого Омри, ну того самого, который построил Самарию и укрепил царство. Амврий вновь подчинил моав, а его сын Ахав продолжил дело папы, равно как и сын Ахава и Арам. В четвертой книге царств третьей главе сообщается, что Меса царь моавитский владел большим количеством скота. Он должен был доставлять израильскому царю по 100 тысяч овец и шерсть от 100 тысяч баранов. Но после смерти Ахава моавитский царь восстал против израильского царя. В качестве уточнения отмечу, что в зависимости от перевода на русский язык, имя моавитского царя в разных библиях может быть либо Меша, либо Меса. В синодальном переводе – Меса. Однако израильское царство в лице Муава имело настолько прибыльного вассала, что не желало отказываться от него. Поэтому, когда Иорам унаследовал трон, он заручился помощью Иосафата, царя Иудеи, и царя Эдома, своего данника, чтобы вернуть Муав. Конфедерация из трех царей выдвинулась по более длинному маршруту через юг, так как север Муава был хорошо защищен. В походе союзные армии едва не погибли из-за нехватки воды. Иорам обратился за помощью к пророку Елисею, который сперва отказался помогать идолопоклоннику, но ради уважения к праведному Иосафату пообещал помощь от Господа и с водой, и в битве с Муавитянами. На следующее утро долина наполнилась водой, пришедшей со стороны Эдома. В лучах восходящего солнца вода показалась Муавитянам красной. Они приняли ее за кровь и решили, что союзники поссорились между собой, перебив друг друга. Муавитянские воины безрассудно бросились за воображаемой добычей, но были застигнуты врасплох и разбиты. Города, в которые они сбежали, также были разрушены. Укрывшись в одной из крепостей, Месса, видя, что положение совершенно критическое, на городской стене и на глазах союзных войск принес своего старшего сына, наследника престола, в жертву Хамосу. Это действие произвело желаемый эффект, и израильтяне по непонятным для историков причинам отступили. Во всяком случае, в летописи четвертой книги царей написано так. Это произвело большое негодование в израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю, до конца не добив майавитян. Так подает информацию библейский летописец четвертой книги царей. И на первый взгляд может показаться, что это полусказочное повествование мало чем отличается от других библейских хроник, на что скептики постоянно обращают внимание. Но не торопитесь. Сегодня всех скептиков и атеистов я разочарую. В конце 19 века на территории современной Иордании была найдена совершенно уникальная находка, получившая название Стелла Меша, или Маовитский камень. Царь Муава Меша – это тот же самый царь, который в четвертой книге царей нам известен как Меса. Его правление датируется IX веком до н.э. Камень датируется тем же строком. На плите высечены 34 строки, прославляющие царя Муава в борьбе с Израилем, практически повторяющие библейский текст из 3 главы 4 книги царей. В этой связи Муавитский камень является подлинным вне библейским артефактом, подтверждающим правоту исторических хроник Ветхого Завета. То, как была обнаружена эта Стелла, и какие события предшествовали прежде чем одна из самых уникальных находок древностей, оказалась в музее, без преувеличения напоминает сюжет из фильма «Индиана Джонс» с интригами, подкупом, погонями и стрельбой. Дело в том, что борьба за обладание этим камнем привела к его уничтожению, и то, что мы видим сейчас – это реконструкция Стеллы, восстановленной из ее оригинальных каменных фрагментов. Послушайте эту удивительную историю, так как вы нигде более не найдете таких подробностей, какие я приготовил для вас в этом видео. Муав является частью современной Иордании, но на конец XIX века это была территория Османской империи, которую европейцы, как отмечает ученый-библеист Кристиан Гинсбург, посещали редко. Некий миссионер англиканской церкви по имени Фредерик Август Кляйн совершил рискованное путешествие в Османский султанат. Так вот, 19 августа 1868 года, по прибытии в город Дибан, исторический Дивон, его друг шейх Затам, обеспечивающий его безопасность, сообщил миссионеру, что всего в десяти минутах от того места, где они разбили свои палатки, лежал какой-то черный базальтовый камень. Кляйн, который, как оказалось, стал первооткрывателем Моавицкого камня, видимо, не понимал огромной важности драгоценной находки. И поэтому удовлетворился тем, что просто срисовал с камня несколько слов и составил из них алфавит. По другой версии, он все понимал, но срисовку он делал в спешке, а кроме того, необходимой бумаги для снятия слепка у него не было. Тем не менее, Кляйн был уверен, что найденная базальтовая стела должна находиться в Европейском музее, и, соответственно, сразу же начал переговоры с соотечественниками о закреплении находки за музеем в Берлине. Хотя камень лежал уже более двух с половиной тысяч лет, и для туземцев он имел лишь значение исторической реликвии, но когда европеец проявил к нему интерес, это вызвало подозрения. Они вообразили, что могут получить за него огромные деньги. Осознавая, что существуют и другие претенденты, чтобы выкупить его. Для них не было секретом, что в Иерусалиме есть европейцы, которые кочуют по всему Леванту в поисках артефактов и готовы заплатить любые деньги за камень или другие древние предметы. Такую находку, как стела Меша, скрыть от других искателей древности было просто невозможно, и в гонку за ее получением включилось несколько видных людей, которые в основном представляли интересы Пруссии, Франции и Англии. Эта борьба за право заполучить столь желанный артефакт и привела к археологической катастрофе. За камень боролся сам Фредерик Клейн, представлявший интересы Пруссии. Англичанин, капитан Чарльз Уоррен, известный тем, что начал одним из первых европейцев раскопки в Израиле, а также связанный с расследованием убийств, совершенных Джеком Потрошителем, и Шарль Симон Клермон Гано, желавший, чтобы камень оказался в музее Франции. Кроме того, в этих процессах участвовало много и других ребят, но не столь авторитетных, как эти. Однако 20-летний французский ученый Шарль Гано, работавший во французском консульстве в Иерусалиме, понимая важность этой древней реликвии, с большим энтузиазмом, чем с осмотрительностью, нанял нескольких агентов для получения самого камня, или хотя бы оттиска древней надписи с него, пообещав 375 фунтов стерлингов. Эта сумма эквивалентна примерно 50 тысячам современных фунтов. Цифра условная, без учета инфляции. Тем не менее, тогда такие деньги были слишком большим соблазном для различных бедуинских вождей и шейхов, каждый из которых, естественно, желал получить награду. Вся эта сумасшедшая суета вокруг плиты привела к тому, что туземцы спрятали камень и заломили цену в тысячу фунтов, и не позволяли снять с него оттиск, полагая, что это разрушит его магическую силу. Гано, поддерживаемый османским султанатом, послал вооруженных арабов захватить плиту. Однако, прибыв на место, между группой арабских командос и местными бедуинами произошла стычка. В итоге, племя Бенихамида решило поступить по принципу «так не доставайся же ты никому». Раскалили стелу на огне, облили холодной водой, а затем валунами разбили, а куски раздали различным семьям, чтобы положить их в зернохранилища, которые, по их мнению, обладали магическим свойством, защищающим посевы от болезней. Поэтому не будет преувеличением сказать, что самая древняя семитская лапидарная надпись, лапидарная, значит, выполненная на камне. По значению, важнее всех остальных, ранее обнаруженных, было разрушено из-за неразумных мер, принятых молодым французским ученым, который знал, что другие были первыми, но костьми лег, чтобы заполучить артефакт для Франции, что в итоге и произойдет, и стелу заполучит парижский лувр, только уже совсем в ином виде. Хотя сам Ганно был первым, кто осознал огромное значение стелы, он в своих работах ни разу не упомянул имя Кляйна, пытаясь представить первооткрывателям себя. Поэтому он отправил в дибон молодого араба Якуб Карвака в сопровождении двухконных всадников и снабдил их необходимыми инструментами для снятия слепков с камня. Часть местных арабов была расположена к ним лояльно, а часть чересчур воинственная, и в итоге Якуб в спешке кое-как снял слепок со стелы. Завязалась потасовка, его ранили, ввиду чего он с трудом спасся от бедуинов. Оттиск не успел просохнуть, и в результате стремительного бегства был доставлен к заказчику в семи фрагментах. Только через год, в октябре 1869 года, то есть через 14 месяцев после открытия стелы Кляйном, Ганно получил черновую копию нескольких письмен с камня. Капитан Уоррен, который начал опасаться, как бы плита вовсе не была потеряна, сразу же послал своего человека с бумагой для выдавливания, чтобы получить оттиск оставшихся фрагментов. И 15 января 1970 года этот бедуин вернулся с двумя превосходными слепками двух больших фрагментов расколотой стелы. По ним Ганно начал восстанавливать надпись. Позже он все же выкупил у бедуинов для французского музея два больших фрагмента стелы и около 20 осколков. Некоторые части приобрело британское научное общество и немецкий профессор Шлотман. Позднее эти фрагменты будут также переданы в Лувр. Можно предположить, что остальные ненайденные части разрушенной стелы осели в частных коллекциях. Таким образом, то, что сегодня демонстрируется во Франции, по внешнему виду далеко от аутентичного артефакта. Коричневые зоны – это оригинальные фрагменты стелы Меша. Черный базальт и надписи на нем – это реконструкция Ганно, произведенная на основе ранее снятых слепков. Однако то, как выглядела оригинальная стела в идеальной сохранности до ее разрушения, видел только один единственный европеец. И это был первооткрыватель Фредерик Кляйн. В своих записках он нарисовал то, как выглядела плита в оригинале, закругленная не только вверху, но и внизу. Вот одна из страниц его записей. Но, несмотря на сохраненные материалы, по которым восстанавливался текст, имеются пробелы не только в конце, но и в середине всех строк, кроме шести, которые идеальны. Если кратко, то в письменах Моавитского камня царь Муава подтверждает, что он много лет был в угнетении со стороны израильтян, для чего он призвал Хамаса, чтобы сбросить с себя израильское иго, и якобы божество помогло ему. Он также описывает, как много он отвоевал у Израиля городов и сколько перебил местного населения. Сообщает об укреплении своих крепостей и архитектурных достижениях. То, что описание вторжения еврея в Моав в Библии относится к тем же событиям, описанным в надписи на стеле, видно из следующих фактов. Первое. Меша, чьи подвиги прославляются на этом триумфальном столпе, подобно Мессе Ветхого Завета, вел ужасную войну с Израилем за освобождение своей страны. Второе. Меша этого камня, как и Меса Священного Писания, вел затяжной конфликт с династией Амрия. Поскольку вся династия Амрия просуществовала всего около 40 лет, и более того, поскольку Меша был современником Ахава, Ахозии и Арама, было бы нелепо утверждать, что за короткий промежуток времени, примерно в 20 лет, процветали два царя Амуава, оба носящие одно и то же имя и оба сражающиеся в одних и тех же битвах с одними и теми же царями Израиля. Поэтому не может быть никаких сомнений в том, что Меша, упоминаемый на камне, идентичен Меше, упомянутым в Четвертый Царств, и что войны, описанные в двух документах, одинаковы. Существующие различия между повествованиями и в Библии, и на камне минимальны и объясняются тем, что две записи об одних и тех же событиях выходят от двух враждебных сторон, прославляющих исключительно свои подвиги, но не подвиги соперника. А неудачи замалчиваются. Но даже при этом исторические выкладки с обоих сторон гораздо менее разительны, чем, например, противоречивые описания битвы при Ватерло, данные англичанами и французами. Уникальностью этой плиты является то, что в тексте на камне написано имя израильского бога Яхви, тот самый знаменитый тетраграмматон, о котором я уже как-то говорил. На сегодняшний день это самое раннее внебиблейское письменное упоминание имени бога Израиля. Кроме того, надпись на камне является самой длинной из всех существующих хананейских надписей Железного века. Подавляющее большинство современных библейских археологов считает саму стелу подлинной и исторической. И несмотря на то, что она находится в Лувре, Иордания требует ее возвращения. При этом точные копии стелы царя Меши находятся также в Иорданском национальном археологическом музее в Аммане и в музее крепости Эль-Керак. Если вы хотите узнать подробности, связанные с обнаружением стелы Меши и закулисными интригами, развязанными вокруг него в конце 19 века, советую прочитать книгу Кристиана Гинсбурга «Моавицкий камень». В заключение скажу. Не прогибайтесь под насаждаемое в обществе лукавство о том, что Библия – сомнительный источник информации, который много раз переписывался. Люди, которые это заявляют, сами не знают, что говорят. Они повторяют лишь то, что они где-то услышали, и им это понравилось. А потому никаких аргументов, кроме пустых эмоциональных комментариев, привести не могут. Мне не нужны аргументы, чтобы поверить в истинность Библии. Но такие внебиблейские артефакты, как «Моавицкий камень», становятся непреодолимым фактом как для тех, кто верит в невидимое, так и для тех, кто жаждет видимых доказательств. Продолжение следует...